Харрис жестко раскритиковала Трампа на первом избирательном митинге. Вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис нещадно критиковала Дональда Трампа на своем первом предвыборном митинге. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на Риутерс и CNN. Встреча с избирателями состоялась в Центральной средней школе Вест-Элис в пригороде Милуоки в Висконсине, в штате, который часто играет ключевую роль в результатах президентских выборов. В 17-минутном выступлении Харрис агрессивно атаковала уязвимые места Трампа и сравнивала свой опыт бывшего прокурора с его опытом осужденного преступника. Она перечислила список либеральных приоритетов и подчеркнула, что в случае избрания поддержит расширение доступа к абортам, облегчение вступления рабочих в профсоюзы и борьбу с насилием с применением оружия. Это резко контрастирует с кандидатом от республиканцев. Дональд Трамп хочет отбросить нашу страну назад. Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства права, или в стране хаоса, страха и ненависти, обратилась она к многотысячной толпе. Харрис отметила, что бралась за преступников всех видов, хищников, которые издевались над женщинами, мошенников, которые обворовывали потребителей, мошенников, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Поэтому послушайте меня, когда я скажу, я знаю типаж Дональда Трампа. И в этой кампании, обещаю вам, я с гордостью поставлю свой послужной список против его, сказала она. Выход Байдена из гонки. В воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо Байден, снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Решение было обусловлено проблемами со здоровьем политика и проигрышем Трампу первого тура дебатов. Новым потенциальным кандидатом от демократов является вице-президент Камала Харрис. Она уже набрала достаточно голосов в партии, чтобы стать официальным кандидатом в президенты США. По результатам последнего соцопроса, Харрис опережает Трампа.